Итак, всем привет, с вами Люка. Продолжаем играть за Германию в World of Blaze. В прошлой серии мы тут подстроили промышленности, по фокусам неплохо прошлись и начинаем накапливать прям уже хорошее количество опыта. Помогаем Японии пробиваться, в Китае, в общем-то, занимаемся классическими вещами, ничего слишком нового. Единственное, нам нужно теперь уже думать о том, что мы сейчас будем делать. Да, начинается уже в 38-м год, у нас много еще открывается, а у нас, что аншлюз открывается, мы сразу его должны будем сделать. Вот сюда по фокусам выйдем, и затем пойдем, скорее всего, вот сюда, пройдем там, дальше посмотрим, как бы плюс-минус. Есть еще различные варианты. Ну, надо будет, возможно, сюда пойти, возможно, это подстроить, но пока строим военные заводы, у нас очень много уходит на торговлю. У нас ситуация несколько улучшена, у нас через 120 дней уже будет теха 39-го года на добычу ресурсов. У нас, во-первых, просто добыча повысится, во-вторых, откроются новые решения, и мы вот это решение можем называть, нажимать по кд. То есть каждые, сколько тут не написано, сколько дней, каждые 60, видимо, я думаю, это тоже будет 60 дней, мы будем увеличить производство железа на 18. Это приятно, и это еще будет буститься здесь инфраструктурой и нашими техами, так что потихоньку будем избавляться от импорта железа такого. Позже еще захватим все бокситы, в принципе, буквально вот из Астрии что-то получим, потом еще там будет Югославия, Судеты будут, Чехословакия. Потихоньку тоже повысим, меньше будет импорт. Это мы потом получим из Португалии, у нас будет договор через Швейцарию с Португалией. В общем-то, нам только резин нужно будет импортировать, и в один момент, конечно же, нефть у Советского Союза. На нем мы будем жить как бы до войны с Советским Союзом. Что ж, поехали. Итак, добиваем здесь вот последние остатки китайских войск в Янтайе. Оп, еще и даже нам японцы помогают, прекрасно. И нужно сейчас будет помогать вот этим ребятам объединяться. Вообще, японцы пока идут, ну, уверенно, я бы сказал, как минимум. Посмотрим, что будет у них дальше. И еще один успех наших добровольцев. Сейчас мы здесь пробьемся, и в теории успеем даже, я думаю, сюда, и вот эти еще дивизии окружим. Ну, тут как получится. На самом деле, они успевают уже отступать. Японцы, блин, сюда бы помогали давить, мы бы окружили их. Но они, да, буквально всех заставили выйти из окружения. Какие японцы молодцы. Эх, ну, что поделать. Как бы, нет противника лучше, чем союзник, как говорится, прекрасный человек. Но, ладно, как есть. У нас, кстати говоря, тут есть решение на постройку ПВО. В приграничных с Францией стейтах. Давайте это сделаем. И на постройку фартов. Да, в принципе, тоже можно сделать. Можно потом еще продлить дальше, но нет. А вот здесь мы поставим, чтобы просто минимальное какое-то количество дивизий держать. По две дивизии на границе хватит. Чтобы максимум можно было сконцентрировать сюда, потом лучше отправить сюда. И потом сконцентрировать уже атаку здесь, не сильно обороняя вот эти позиции. Но, слушайте, там не получилось окружение. А вот здесь вот по ощущениям даже получится. Мы еще вот это взяли фокус на четыре военных завода. И да, мы сейчас, я думаю, выходим вот сюда. Что у нас тут по поддержке в Австрии? Поддержка 57%. Блин, ну, как будто вот почти. Давайте часть дивизии уже отправим сюда, на границу. Это нужно для ради фокуса. Здесь мы атакуем. Здесь мы закончили битву. Лес. Лес вот там есть. Давайте пойдем в этот прекрасный лес. Будем фармить дальше рейнджера. У нас уже на рейнджера 69%. Найс. Можем реально его выкачать. Этот чел будет прекрасным танковым лидером. Кстати говоря, и статы прокнули тоже неплохо. Именно в стат непосредственно. Здесь тоже атака хорошо качнулась. Сейчас произойдет окружение. И мы еще неплохое количество китайцев здесь сможем ликвидировать. Но, блин, японцы не закрывают вот эти вот дыры. Как бы, да. И в итоге... А, ну вот, нормально. Зато манджуру закрывают. Все, это мы ликвидируем. И начинаются вот здесь проблемы с, так сказать, продвижением. Но мы пойдем туда, где этих проблем нет. Здесь, в принципе, нет сопротивления. А самое главное здесь равнины. Поэтому у нас лидеры сейчас сюда прибудут. Начинаем им регенерацию восполнять. Попробуем здесь тоже еще сколько-то пробиться. Может вообще сможем в ухань пройти. Так, а мы сейчас ждали вот этого фокуса, копили. Поехали. У нас 4 политки пока. Есть. Еще и вербик ставится дружелюбник нам. Можно сразу качать, наверное, вот это. Да? С одной стороны. С другой стороны я хотел бы себе вкачать танковые доктрины тоже. Вот сюда вот выйти, да? Приятно. Все вот это вот. И здесь тоже у нас плюс резина есть. Это экономически выгодный фокус. Но я думаю... Да давайте в экономически выгодный фокус и пойдем. Все немножко с фабрики подосвободим. Но, честно говоря, очень минимально. Ох, импорт у нас, конечно, железо огромный. И я думаю, пора уже здесь поставить скидку на линкоры. Как бы... Да. Бисмарки будут готовы в мае 39-го. Отлично. И я думаю, мы успеем реально 4 штуки сделать. Такие к войне. Камере к выставке в Британии. Это шикарно. Ну, вообще, возможно, не обязательно 4. Но посмотрим, как получится. И вот эти тихи, как вы можете видеть, исследованы. Сразу под 300% скачаем следующие тиры. Думаю, это так примерно и задумано. Резина у нас в плюсе. Можно чуть сократить. Здесь вот тоже мы получим еще плюс один. Тоже подсократим. Ну и, в принципе, потихоньку наша авиация заполняется. Кстати говоря, еще 4 дивизии китайские окружены. Еще бы японцы помогли с их уничтожением. Но вроде даже помогают. Да, так и есть. Шикарно. Давайте. Только не будем переходить. И нужно пробовать в Ухань как-то идти, кстати говоря. У нас есть шансы японцам помочь его занять по-быстрому. Так, интересный факт. Мы вообще технически можем сделать Австрию. Потому что там есть 60%, но там надо 61%. Вот он и появился, да. Мы просто, я бы сказал, идеально под тайм или под Австрию. Так что выполняем теперь аншлюз и идем дальше. И есть аншлюз. 10 усталостей нам сбросили. Отлично. Так, и 10 в арт-саппорта я видел. Ну, там еще Францию закинули. Это уже не так приятно, но как есть. И что ж, что ж, нам сюда, наверное... Нет, давайте, знаете, что выйдем в лифтвафф. Во-первых, мы начали его производить. Нам нужно уже... Ну, авиацию начали производить. Нам нужно уже вот эти дебафы стоимости. То есть дебафы к производству сбросить. Так что надо до них дойти. Ну и пусть это еще на палитку тоже жрет. Тоже надо убрать. А с этими ребятами я не знаю, что делать. В идеале вообще удалить бы их и перетренировать. Но сколько нам нужно людей в армии для судетов? Один миллион как раз. Как раз они, в принципе, нам нужны. Пускай они покачелят тогда, я думаю. Эти возвращайтесь туда. А все новые дивизии пускай покачелят. Только вы не тренируетесь. Потом их распустим. Ну да, они, видите, очень-очень такие себе по опыту. И переобучим. Есть добыча ресурсов 3 в марте. То есть достаточно вовремя мы это все исследовали. Кстати говоря, закупки топлива продолжим у США. Это достаточно выгодно вроде как выглядит. Мы, наверное, не то. О, да, нам вот это надо было. Так, фокус нам нужно еще сделать. Вот этот. Окей, тогда давайте что? Давайте в этот фокус и выйдем сначала. А потом уже пойдем в люфтваффе. Блин, максид расширяется, кстати говоря, не очень выгодно. У нас потом их будет дофига. Ну ладно, нажал. Так нажал уже. А еще давайте вот здесь вот радар будем строить, начинать. Он нам пригодится. Здесь вот для воздуха очень сильно. В теории можно было бы еще где-то здесь построить для защиты морской. Но мы будем атаковать на море. Так что не надо. Ну и кстати говоря, заметьте, как у нас сталь подросла. Приятным образом. Да, это надо будет сейчас немножко поправить. И мы возвращаемся теперь точно к люфтваффе. И вот она, наша будущая сталь. Расширяем железные шахты. Что-то, кстати говоря, каждые 30 дней за 10 фабрик по 18 железа будем добавлять себе. Сейчас только к войне мы почти полностью... Ну ладно, не к войне, но к войне с Советским Союзом мы на внутреннее железо будем только полагаться. И мы еще одно окружение делаем. В принципе, не сильно много это делает, но... Когда немножко полезно. И бокситов тоже можно чуть поменьше теперь покупать. Ну чуть получше дышать, но все равно сложно. Хотя, блин, я тут так смотрю и думаю... А мы сейчас еще так два раза нажмем и перестанем уже покупать бокситы. Да, дороговато, но вообще, я думаю, на дистанции это стоит того. Слушайте, рейнджер 77%. Я чувствую, мы его успеем прокачать. Если бы только рядом не атаковали еще другие испанцы. Тогда бы точно успели. Так, а мы сильно хотим вот это побыстрее поставить? Нет. Наверное, нет. Движн так плюс 10, конечно, приятно. Но прямо сейчас, наверное, нет. Давайте сюда вот выходим в скидку на палитку сразу. Причем, знаете что, я дам им сюда пройти первее. Крайне мере, попробуем дать им. Окей, нет, так не получится. Тогда становимся в защиту и сами душим вот этот лесок. И в защите тоже качаем рейнджера, наверное, так. Хотелось сделать так, но нет, не получается у нас. Аннексация произошла. Если здесь еще и леса. Да, есть, но сейчас его захватят. По моим ощущениям. Нет, не захватят, Антона без секса. Значит, нам туда. Блин, у нас, кстати говоря, троллит игра. Говорят, вот сюда нам переехать нельзя, к сожалению. Блин, это прям неприятно. У меня есть только единственная мысль. Это мы вот так вот сейчас пойдем. Да, и только таким вот образом мы, наверное, и сможем пройти, если здесь вот пробьемся. Ну, здесь мы не успеем докачать рейнджера. Может, еще город хотя бы успеем покачать. Но тоже я в этом сомневаюсь. С другой стороны, конечно, он еще потом успеет докачаться в других боях. Но, блин, вот видите, одной дивизии, конечно, качаешься немного медленнее, чем в Думе. Я подозреваю в два раза, наверное. Вот. Здесь тоже у нас чел качается, кстати говоря, приятным образом. Этот чел у нас будет защитный. У него есть здесь прекрасный перк. Так что, наверное, вот так вот мы вкачаем все. Он, кстати говоря, танков генералом стал. Это не самая хорошая новость. Он другие перки будет дольше качать. Но, ладно, пойдет. Пойдет. Мы, кстати говоря, уже в флот британский тоже проникли. Конечно, наш вот этот вот прекрасный аппер не дает нам прям много видеть, да. Точнее, как это скорее дает всем видеть нас. Ну, хотя тоже и, вон, первое самое уменьшает то, сколько мы получаем всего. Но нормально, нормально. И куда нам дальше пойти? Хороший вопрос. Я думаю, мы пойдем вот сюда. Чтобы делать там уже колобки на будущее. Какого-то тема добровольцев. Знаете, что уже пора сделать? Пора восстановить свои силы. Здесь уже очень не хватает всего. Давайте отзовем добровольцев. Чтобы они дома восстановились. К сожалению, из-за классического бага они там не восстанавливаются. Так, слушайте, 43% есть еще некоторые шансы нафармить, но они маленькие. Они очень маленькие, будем честны. Начинаются у нас еще новые техи синтетики. Давайте строительство до 190 возьмем. И мы тут вообще, я бы сказал, на фронтире науки. Нам прям надо исследовать с опережениями. Но, с одной стороны, это плохо, потому что мы не очень эффективно это делаем. С другой стороны, мы, значит, намного больше тех, как к войне возьмем. Ну и мы взяли столицу. Да, Валенсию. Националисты закончили гражданскую войну. И теперь будут потихоньку от нее восстанавливаться. Останавливаются они только к июню 45-го. Так что на их участие, конечно, не стоит рассчитывать. Но потихоньку они, возможно, что-нибудь подстроят где-то. Какие-нибудь ресурсы добавят. В общем-то, пускай чем раньше они закончатся, тем, конечно, лучше. Хотя нам тоже полезно и опыта было бы пофармить. Сейчас у нас эти дивизии пускай пополнятся. Я их поставил в приоритетный театр. И здесь, в принципе, приоритет поставил на пополнение. Так что все туда пойдут припасы в первую очередь. У нас, кстати говоря, можно танковую доктрину качнуть. Качнем. И после этого продолжим идти вот сюда. Нет, на самом деле даже чуть поприоритетней. А вот, кстати говоря, ловушка, в которую мы попались. Для добровольца нужна срок напряжения. У нас была скидка на испанцев. Ну, пока Испания воевала, у нас была скидка на вот это вот напряжение. А теперь скидки нет, мы отправить не можем. Что ж, ну, видимо, уже не судьба. Мы пока можем, наверное, просто на пятой скорости двигаться вперед. У нас три сотни опыта. У нас можно еще немножко, наверное, с вот этим подумать. У нас сейчас 32, но это уменьшится на 4. То есть у нас здесь 28 на самом деле. Ширина фронта. Да. То есть мы можем закинуть еще одну пехоту. Либо еще одну в теории арту. То, опять же, это будет 2. И выбор такой, неочевидный на самом деле. Потому что арта еще одна будет очень дорогой. Я думаю, надо делать так. И вообще, возможно, надо бы сделать вот так. Просто я не хочу это делать сейчас, пока у нас нет такой войны. К Восточному фронту я, наверное, так сделаю. И плюс я сюда бы еще, наверное, вот эти машинки поставил. Тоже они солидные были бы, да? Посмотрим, посмотрим насчет этого. Но я думаю, одна каска сверху точно нам не повредит. И потом это как раз таки будет идеальной шириной фронта. Возможно, я еще вот это переставлю на обычную арту. Потому что очень много топлива это тратит. Но тяжелая арта на самом деле намного сильнее обычной. Если посмотреть, вот так вот мы ставим. То, как бы вы видите, да? Плюс 60 атаки. Это еще первонатак. Давайте. Плюс 45 атаки. Минус небольшой защиты. Прорыва. Но софт растет атака очень сильно. И, ну, очевидно, так это самое главное. Здесь защита и так огромная от разных бафов. Так что, ну, пока что обычная арта. Но топливо тоже растет очень дико. В два раза, считайте. Пока вот так, там дальше подумаем. Как бы, может вообще, если у нас будет кончаться топливо в войне, то мы, скорее всего, вообще это уберем отсюда. И поставим что-то вместо этого. Посмотрим. И вот мы уже смогли избавиться от импорта бокситов. Прекрасно, я считаю. Как бы в будущем еще вот, может, чуть понадобится нам. Но пока что уже хватит. Остается только настроить хорошее количество железа. А еще надо помнить, что тут уже скоро будет Судетская область. Буквально 11 дней. То есть давайте возьмем еще один фокус. Не будем тратить дни. Будем стараться эффективно. Нам нужно кучу здесь вот фокусов взять. Да, и давайте начнем, наверное, с вот этого. Потому что я хочу вот это оружие исследовать под бафом. У нас, в принципе, бафов на исследование много. Получим его. Потому что у нас тяжелого пехотного снаряжения мало. А бафов на него, ну, как бы есть. Вот отсюда. И еще потом. Где-то еще было, короче говоря. Тут все вот просто на пехотное. В общем-то. Так что надо использовать, я думаю, его именно в МГ. Чтобы пораньше его взять. И пораньше начать производить уже новый МГ. Он чуть-чуть получше. Как чуть-чуть. У него появляется хард-атака. А это очень важно. Ну что ж, занимаем позиции. Время. Судейской области тоже вернутся к нам. Итак, сейчас мы будем подготавливать сюда операцию. Давайте одного туда уберем, агента. Вот до максимума довести. Вообще, в идеале, до сотки. Но вряд ли получится. И потом оставить на удержание. И не забываем, конечно же, продолжать. Железо добавлять в себя. Это очень выгодно. А вот и МГ. Конференция. Отлично. Так, ну мы сразу двигаемся вперед. Потому что... Хотите, отслать, кстати говоря. Можно не сразу. Потому что здесь от судетов таймер идет. За это 20 дней можно сделать что-то пополезней. К примеру, как раз таки... Ммм. Выйти сюда можно. И начать исследовать синтетику следующего левела. Я бы, наверное, так и сделал. И давайте-ка пойдем, наверное, вот сюда, наконец-то. Возьмем скидку на доктрины. И смотрите, что мы будем делать. Сейчас будем считать. У нас будет две доктрины вот отсюда. Танковые. Да. Далее. Далее. Еще две вот отсюда. Таким образом. Четыре. Шесть. Вот отсюда семь. И, пожалуй, на этом все. То есть у нас будет семь танковых доктрин. Давайте считать вот отсюда. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. То есть фактически мы можем вкачать одну доктрину. Вот здесь просто я почему хочу вкачать вот эти по скидкам. Потому что эти стоят дороже. Соответственно, вкачать вручную их дороже. Соответственно, раза три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Как я и говорил. Здесь можно вообще в идеале, типа, сильнее здесь идти в левую доктрину. Я бы сказал, наверное. С одной стороны. Да, потому что здесь рга, восстановление. То есть, ну, именно мобильное это вот это. Но здесь есть потребление припасов у артиллерии, у танков. Да, так что, ну, мы идем сюда. Ну, плюс статус тоже приятно. Вот. Я, кстати говоря, только что потерял немножко опыта. Я не дождался пока с формулю ОКВ. Ну, ладно. Немножко проебались. Бывает. В артиллерию скачаем со скидками. Там тоже посчитаем. А еще, мы там исследовали морпехов, я помню. Да, так и есть. Нужно сделать морскую пехоту. Потому что я думаю, что-то вот такое нам подойдет. Я сюда еще ассалтганы добавил. Потому что, ну, они приятные, конечно же. Но не сильно дорогие. И дивизий у меня этих будет немного. Так что их можно сюда и добавить. Ну, не забываем артиллерию и ПТО. Но это уже чуть попозже. Для, так сказать, уже сражений на берегу. Где-нибудь тут. Потому что у Британии, скорее всего, будут там танки. Посмотрим, как что выйдет. Я думаю, пойдет для нас. Вот, давайте. Вроде все добавил. Псал один опыт-то. Да, это все еще выгоднее, чем если переключать. В теории, что можно было просто бесплатно сделать. Если взять определенный, так сказать, определенный дух. Но мы... Так вот можно, а наоборот нельзя. Прикольно. Но это надо было 70 тратить. И не оставлять вот этого. А мне вот этот дух намного больше нравится. Так, в артиллерии здесь будет 4 теха. 4 доктрины нам дадут. Да, вроде больше нигде нет. Просто раз и два. Соответственно. Опять-таки считаем. Раз, два, три, четыре. То есть, вот это все мы можем бесплатно выкачать. Если выкачаем вот здесь вот. Но надо помнить, что нам еще надо сотку оставить на западные военные планы. Так, у нас здесь скидочка есть. 5, 10. Вроде у нас больше неоткуда ее взять, верно? Я думаю, да. А вот танков мы, кстати говоря, потеряли 5 опыта. Ну ладно, уже. Так, мы здесь обязательно идем в левую. Софт-атака важнее. Здесь опять-таки организация важнее. И вот так вот. Вопрос, мы успеем сотку накопить, если возьмем вот это? Я вот не уверен. Давайте посмотрим. Здесь опыт не получим. Здесь опыт не получим. Здесь опыт не получим. Здесь опыт нигде не получим. А, нет, тогда вот так и остаемся. Тут, конечно, хотелось бы взять перед войной. Еще подумаем, посмотрим насчет этого. Тогда у нас будет тридцатка супербоевая. Ну, глянем еще. Еще делаем, я думаю, наши первые среднетанковые дивизии. Давайте им сразу коночку такую. Так, минимум тонк. Это у нас будет, да. Здесь у нас вроде все хорошо. Вот так вот еще надо поставить, я думаю. Ну, да. В теории можно было бы еще вот это поставить. Это тоже солидно. Да, еще и атака дополнительная. Еще куча статов дополнительных. Сопплай не так сильно повышается. Топливо, конечно, повышается. Ну, тоже, кстати говоря, для танка не так уж то и сильно. А давайте это добавим. Вроде как это чудо прекрасное готово. Да, давайте закажем их в производство. Обычно немножко странно работает этот лимит. Ну, окей, нормально. Давайте повышаем здесь приоритеты, чтобы новые дивизии приоритетно делались. Потому что тут очень важно именно успеть их надеплоить. И у нас уже готовы наши истребители. Наши, так сказать, основные боевые машины здесь. У них статы уже солидные. 28D, 20, 60 Agility. Потом они еще будут угрейдиться. Вот эти, кстати говоря, 41-ые еще очень хороши. Но потом вот здесь вот они будут проигрывать Фокки Вульфом. И мы, скорее всего, будем переходить уже на ней. Потому что, видите, здесь всего лишь за 10 Agility вы теряете 26 атаки, 2 защиты. Как бы, ну, чуть-чуть рейндж побольше, да. Но в целом стоимость та же. Вот это, конечно, машинка намного-намного сильнее с этими статами. И еще мы будем конвертировать наши вот эти до 17, которые мы построили, в тяжелые истребители. Вот эти вот. Вряд ли нас будут бомбить, если мы сможем забрать Британию. Я надеюсь, мы сможем. Но все равно, тяжелые истребители всегда полезно иметь. Они могут пригодиться нам время-нибудь и в Египте, и в Советском Союзе, возможно. Посмотрим. А вот мы уже выходим вот сюда. По той простой причине, что у нас краски судьбачих славаки вот-вот подойдет. Как говоря, развитие железа становится все дороже и дороже. 150 дней, 10 фабрик. Но, опять-таки, я думаю, это выгодно на дальнюю дистанцию. Тут еще качали немножко здесь. Шифрование, наоборот. Чтобы нас не дошифровали. Больше 190 дней. Вроде чуть-чуть успеваем. Так, Ягуславия, окей. Судьбачих Словакии. Наконец-таки. Можно разделить. Но мы будем по историческому варианту, я думаю, делать вот эту вот кнопочку. Словакию делаем. Так вот, государством. И мы, в теории, должны получить теперь просто тонну легких танков. Давайте посмотрим. По-моему, не сразу это будет. Вот оно. Да, видите, 800 одних танков, 600 других и 400 еще одних. И целая готовая ветка. Панцер 38Т. Полностью заряженная по эффективности. Нужно только сюда военные заводы заполнить, собственно говоря. И вот они. Легкие танки поступили. Сразу здесь все заполняется. Здесь все заполняется. Шикардос. У нас будет 9 легкотанковых дивизий. И посмотрим, как получится с среднетанковыми. И мы тут уже по фокусам подходим к войне потихонечку. Я сделал все вот эти прекрасные фокусы. Мы сделали уже пакт молотого Риббентропа. Мы, в принципе, практически готовы. Нам единственную сотку бы хотелось набрать опыта. И вроде как нам хватит немножко. Да, тут так много осталось на тренировках. И туда-сюда хватит. И мы обязательно должны взять вот эти две доктрины. Ну, то есть четыре на артиллерийские. И, я думаю, вот эти вот тоже, в принципе, возьмем. И да, буквально доктрины. И мы готовы. Вот эти доктрины тоже еще приятно было бы взять. А остальное уже не так нам обязательно важно. Как бы вот этот фокус нам доступен будет. Нам нужно будет нажать кнопку западного планирования нападения. Ну-ка, вот она. Да, видите, 100 опыта и 100 командных очков нам нужно. Будем копить сейчас. А так мы готовы. Итак, тут остаются считанные дни до нападения. У меня просто все еще не хватает опыта. Поэтому, так сказать, экстренная тренировка всей армии. Просто, чтобы они... Хотя, чуть побольше. Хотя, сколько это мне дает, на самом деле? Давайте проверим. На самом деле, нормально. Типа, 006. Очень даже нормально. На востоке, если что, мы просто тренируем армию ради опыта и доктрины. Нападения на Польшу не будет. Так, кстати говоря, тут факт с Японии. Да, мы, конечно, подпишем. У нас политка есть, но это все на войну. Мы это, так сказать, на будущее оставляем. Так, можно, кстати говоря, вот это сделать. Очень много кнопок надо будет нажать в войне. Вот, кстати говоря. Созвали советников из Китая. Как я понимаю, что поживает. Слушайте, ну, бывало лучше, бывало хуже. Как бы, ну, ладно. Я так скажу. Но так назову ее состояние. Итак, мы вот буквально успели. Почти в последний момент. На самом деле, еще далеко от последнего момента. У нас еще только июль. Взять фокус. Точнее, взять кнопку на подготовку к западным компаниям. Это даст нам возможность взять вот этот фокус. Который даст нам операции и бонусы к атаке. На все вот эти западные государства, собственно говоря. А значит, мы можем прекратить вот эту безумную тренировку. И пускай тренируются только те, кому это реально нужно. Такие, кстати говоря, есть. Но их не так уж и много. Вот. Здесь у нас тоже дивизии готовы. У нас танковые дивизии еще готовы. Господи. Это значит, что у нас еще сверху добавится танков. Слушайте, а вопрос. А я успел сделать легкотанковую миссию? Вообще должен был, вообще должен был. Наверное, вот оттуда мне где-то политку и накинуло, что у меня сейчас так много. Так, а у нас новые среди танковые дивизии. Давайте их, наверное, под одного чела пока что. И да, наша танковая армия, как и в принципе пехотная, очень-очень солидная. Я думаю, это потому, что я сейчас, в отличие от каких-то других ранов, не влаживался в синтетику вообще. То есть я вообще ее не строил. Я буду ее строить во время войны с союзниками, я полагаю. Я импортирую всего 40. Я не так много истребителей делаю. Да, это правда. То есть 35 вот сейчас я сделаю и 5 штук. То есть мне авиаштурму атаки не будет хватать. Но в целом, я думаю, достаточно. Сейчас, как начнется война, я переключусь на постройку уже синтетики. Но самое главное, у нас теперь доступен прекрасный источник нефти, Советский Союз. Так, и наши морпехи, кстати говоря, тут тоже неплохо тренируются. Будет у нас вполне себе неплохая армия из-за морпехов для вторжения. А мы идем еще вот сюда. Видите, последние доктрины. У нас в принципе, ну мы прям невероятно заряжены. Ну и все. Но ожидаем планирования бонусов вот здесь вот. Хотя, в принципе, не очень быстро набираются. У нас вот это полностью готова армия. Да, буквально нам некуда уже вот эти дивизии отправлять. Как будто лишняя она. Ну нет, не лишняя. Давайте сюда. Только вот так. Не планировалось все это время высадка. Это неприятно. Два месяца, господи, это очень неприятно сейчас произошло. Тогда мы ее немножко изменим. Две дивизии сюда. А две поедут вот таким вот образом. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. В любом случае нам еще... Ну да, нам еще некоторое время будет. Хотя, ну все равно месяц надо будет еще ждать. Господи, это долго. А у нас еще здесь дополнительные танковые дивизии. Причем они, ну, солидные. У них, конечно, бродя. Ну, как обычно, да. Но это все-таки стартовые танки. Но они прям очень солидные. Прям должны невероятно проносить. У нас получится 5 средних и 9 легких. Причем еще здесь готовятся потихоньку. Супер. Я очень готовен. Доволен тем, что у нас получилось здесь. Вот. Но я думаю, нападение на Польшу мы же начнем в следующей серии. Как потом почти... Ну, я думал, мгновенную, но получится не совсем мгновенную операцию Визирюбунг. Мы потом продолжим нападение сюда. Сразу же, как Польша будет покорена дом параллельным, попробуем здесь все сделать. Но там как получится, опять-таки. Мы потом поедем вот сюда, в Бенилюкс, моментально. Пробуем капнуть Францию где-то еще осенью. К зиме постараемся уже подготовить иску в Британию. В идеале, конечно, капнуть ее тоже буквально в первом месяце 40-го года. Ну, там как получится уже. Вот. А с вами Ред был Дубгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.